Эффект будет, я надеюсь, что генеральный консул проинформирует правительство Французской республики. Моя позиция это гражданская, выразить свою точку зрения. Сегодня гражданские активисты и общественные деятели собрались у французского консульства. Здесь, на месте, они подписали обращение к президенту Франции Франсуа Аланда с просьбой не выдавать Мухтара Аблязова ни одной из стран СНГ. Некоторые активисты, такие, например, как Игорь Полов, пришли уже с готовыми заявлениями. Информация о задержании оппозиционного политика появилась лишь поздно вечером. Потому на организацию акции была отведена всего одна ночь. Если господин Аблязов задержан и, допустим, к нему приедете претензии со стороны государства, то государство, это, зная, преследуя своих противников, само должно быть безупречно. То есть она должна обеспечить справедливую правосудие, она должна обеспечить, что в тюрьме человек не будет, не погибнет. О таких гарантий нет, говорят гражданские активисты. Мухтара Аблязова в Казахстане ждет расправа. Поэтому его нельзя выдавать ни Казахстану, ни даже Украине с Россией. Тем более, когда гуляет информация, что за голову господина Аблязова Акарда заплатила Кремлю 100 миллионов евро. Наши казахстанские народные ресурсы давно уже задействованы режимом Назарбаева для того, чтобы покупать везде и всюду и всех. В его, значит, маникальном таком стремлении преследовать Аблязова и его, значит, окружение, соратников и уже семью. У французского консульства собрались не только сторонники экс-банкиром. Пришли и те, кто взглядов его не разделяет. Но эти люди до последнего надеялись, что оппозиция в стране сможет что-то поменять. Я могу поздравить только президента, главу администрации за успешно пройденную операцию и желаю, чтобы процесс передачи власти прошел максимально тихо, без потрясений, чего они, в принципе, сами и хотят. Подписи, что собраны у здания консульства, это еще не все. К этой акции подключились региональные несогласные. Автограф в поддержку Мухтара Аблязова можно оставить и в интернете. Прием у консула сегодня все-таки состоялся. Гийом Наржале сообщил, что о преследовании хапального банкира и политика в Казахстане прекрасно осведомлен. Сразу же после встречи он обещал передать петицию казахстанских активистов в Париж.